Кому из нас в детстве бабушки не говорили, не трогай жабу, покроешься бородавками, не царапай родинку, заболеешь? Таких страшных, убедительных и жутко интересных предостережений было множество. Распространенное мнение о том, что бородавками можно заразиться, если потрогать лягушку или жабу, всего лишь миф. На самом деле земноводные к этому никакого отношения не имеют, возможно, это поверье пошло из-за наличия на их коже шишек, визуально напоминающих бородавки. Но это всего лишь железы, которые выделяют секрет, защищающий лягушек от хищников. Помимо схожего внешнего вида, эти шишки больше никак не связаны с бородавками. Так откуда же появляются бородавки, а также папилломы, и как избавиться, не прибегая сложным методам? Мы расскажем, как избавиться от папиллом при помощи несложных рецептов из народной медицины. Как отличить бородавку от папиллом, и почему нужно отличить их? В конце видео вы услышите название средства, которое вас непременно удивит. Бородавки – это доброкачественные образования на коже, которые на самом деле имеют вирусное происхождение. Их возникновение вызвано действием вируса папилломы человека – ВПЧ. Наличие бородавок – серьезный повод подумать о состоянии здоровья. Как правило, вирус инфицирует людей с ослабленным иммунитетом, а также подверженных постоянному стрессу и переутомлению. Бородавки вызываются вирусами. Разные вирусы – разные бородавки. Округлые, выпуклые над кожей, шипицы с усиками и прочее. Если есть на руках царапины, ссадины, вирус в них может гнездиться и, если нет иммунитета для борьбы с ним, подкожно развиваться. Найдя для себя хорошую среду, он начинает распространяться. Бородавки множатся и образуются целые колонии. Он проникает в организм несколькими путями. После контакта кожи с бородавкой инфицированного человека. Через прикосновение к бытовым предметам, на которых есть вирус папилломы, например, к чужим полотенцам или при ходьбе босыми ногами в общей душевой. При половом контакте. Риск заражения вирусом выше в бане, сауне или бассейне, так как там тепло и влажно, а это благоприятные условия для существования вируса. Папилломы – наросты на кожных покровах или слизистых, образование которых вызвано вирусом папилломы человека – ВПЧ. Данные образования являются доброкачественными. Однако существует определенный риск их трансформации в злокачественные. Если вы думаете, что папилломы и бородавки одно и то же – это не так, почему они отличаются? И как отличить их? Различие между бородавками и папилломами важно для правильного диагноза и лечения. Хотя оба они вызваны ВПЧ-вирусом, они могут иметь разные внешние проявления и поведение. Например, некоторые виды ВПЧ-вируса могут иметь повышенный риск развития рака, поэтому важно точно определить тип выросшей опухоли. Кроме того, методы лечения и удаления могут различаться в зависимости от типа опухоли, поэтому правильный диагноз играет ключевую роль в успешном лечении. Какие народные средства есть для лечения? Прежде чем мы рассмотрим этот вопрос, прошу подписаться на наш канал и поставить лайк. Заранее всем спасибо. Первое. Яблочный уксус. Применяется путем нанесения небольшого количества яблочного уксуса на бородавку или папиллому с помощью ватного шарика. Повторяйте эту процедуру несколько раз в день в течение нескольких недель. Уксус помогает ослабить бородавку или папиллому. Второе. Чеснок. Разрежьте зубчик чеснока и прикладывайте его к бородавке или папилломе, затем закрепите пластырем или бинтом. Повторяйте процедуру несколько раз в день. Чеснок обладает антивирусными и противовоспалительными свойствами. Третье. Масло чайного дерева. Нанесите несколько капель масла чайного дерева на ватный шарик и приложите к бородавке или папилломе. Повторяйте это два раза в день. Масло чайного дерева обладает антивирусными и противовоспалительными свойствами. Четвертое. Алоэ вера обладает рядом полезных свойств, которые могут помочь смягчить кожу и уменьшить дискомфорт, вызванный бородавками или папилломами. Его гелирующая текстура создает защитный слой на коже, увлажняет ее и помогает снять раздражение. Кроме того, алоэ вера содержит антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые могут помочь в борьбе с инфекцией и уменьшить воспаление вокруг бородавок или папиллом. Для использования алоэ вера для лечения бородавок или папиллом следуйте этим простым шагам. Получите свежий гель из листа алоэ вера. Нарежьте лист алоэ вера и извлеките гель изнутри. Лучше всего использовать свежий гель, так как он содержит больше питательных веществ. Нанесите небольшое количество свежего геля алоэ вера на бородавку или папиллому. Равномерно распределите гель по поверхности кожи. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в день или по мере необходимости. Можно применять алоэ вера утром и вечером, а также после купания. Дайте гелю алоэ вера полностью высохнуть на коже. Затем можно смыть его водой или оставить на коже. Продолжайте использовать алоэ вера до тех пор, пока бородавка или папиллома не исчезнут или не уменьшатся в размере. Пятое. Сок чистотеля 2-3 капли. Необходимо взять свежий сок чистотела и нанести на папиллому. Делать процедуру нужно утром и вечером. Вначале они воспалятся, а потом станут подсыхать и отпадут. Если у вас нет сока чистотела, его можно приобрести в аптеке в видеоэкстракта. Некоторые люди используют сок чистотела для лечения бородавок и папиллом. Для этого можно нанести небольшое количество сока чистотела на затронутую область несколько раз в день. Однако следует быть осторожным, поскольку чистотел может вызвать раздражение кожи у некоторых людей. Шестое. Банановая кожура. Еще один метод. Натирание бородавки внутренней стороной банановой кожуры. Это можно делать несколько раз в день. Считается, что банановая кожура содержит вещества, которые могут помочь смягчить бородавку и способствовать ее исчезновению. Седьмое. Репешок картофеля. Некоторые люди используют нарезанный картофель, чтобы приложить его к бородавке и закрепить пластырем. Картофель может помочь смягчить и уменьшить бородавку. Если вы замечаете какие-либо осложнения, связанные с бородавками или папилломами, важно немедленно обратиться к врачу для профессиональной оценки и лечения. Некоторые осложнения, которые могут возникнуть, включают. Первое. Инфекция. Бородавки и папилломы могут стать входными воротами для бактериальной или грибковой инфекции, особенно если они находятся в областях повышенной влажности или подвергаются травме. Второе. Боль или дискомфорт. Некоторые бородавки и папилломы могут стать болезненными или вызвать дискомфорт, особенно если они расположены на чувствительных областях тела или подвергаются травме. Третье. Распространение или рецидив. Бородавки и папилломы могут распространяться на другие области кожи или вернуться после удаления, особенно если вирус HPV остается в организме. Четвертое. Психологические проблемы. Некоторые люди могут испытывать психологические проблемы из-за внешнего вида или расположения бородавок или папиллом, особенно если они находятся на видимых местах тела. Если возникают любые осложнения или вопросы, не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью.